Сегодня 10 июля 2021 года и сегодня фольклориада покидает благословенную землю Башкортостана. Пора подводить итоги, пора понять, что же произошло у нас в Башкирии в связи с неимоверным упорством властей по устройству этого праздника. В общем, попытаемся подвести итоги. Основным выводом, который мы можем сделать из случившегося, будет, наверное, вывод о том, что власти Башкортостана добьются своего во что бы то ни стало, даже если на кону, как выразился Хабиров, будут стоять жизни людей и их здоровье. Я, конечно, отчасти понимаю ради Хабирова, который попал в безвыходное положение, уже провозгласив фольклориаду в Кремле и заранее обозначив, что она будет, и это важно для России, как международное мероприятие, Хабиров попал, в общем-то, в заложники к своей кремлевской репутации. Соответственно, ему пришлось тут жертвовать всем. Вторым главным выводом я делаю то, что население, жители республики снисходительно отнеслись к блаже начальства, но, собственно, поучаствовать во всем этом не отважились, набрались здравого смысла. Вот иллюстрацией к тому будут, наверное, эти видеокадры из Илишевского района, в котором вроде как отметилась фольклориада, а местные жители не особенно-то пришли в ней участвовать или даже на нее посмотреть. Очевидно, что сейчас мы переходим к фазе оправданий и утверждений величия случившегося. Я говорю уже о том, что еще не закончившись фольклориада, начала подводить свои итоги, и первой это начала делать госпожа Шафикова, которая уже начала громогласно отчитываться о проделанной работе. Видимо, схватит она на грудь какой-нибудь орден за это мероприятие. Но тут очень много странного и интересного случилось. В первую очередь, абсолютно непонятно, сколько же стран приняло участие в этом мероприятии. Буквально накануне начала этой фольклориады Шафикова заявила о том, что в Башкирию приедут 39 делегаций из 39 стран мира. Ну, прям четко было перечислено на сайте. Все. Потом в процессе подвоза танцоров и певцов выяснилось, что две страны, а именно Германия и Непал, отказались в последний момент приезжать. Осталось 37 стран. Ну, окей, 37, так 37. Но, о чудо! Какое же чудо случилось? Я не понимаю, когда Шафикова буквально перед закрытием фольклориады отчитывается о том, что ни много ни мало, а 57 делегаций из 50 стран-участников приняли участие в этом знаменитом хороводе, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, и вот 57. Я что-то не понял. Амина Ивановна, вы сами не знаете, сколько к вам приедет делегатов? Если вы не знаете, из каких стран и сколько их приедет, тогда о каком контроле можно было вести речь? Вы же нас всех убеждали, что все эти делегаты, все делегации будут под контролем, их без конца будут проверять врачи, там что-то там контролировать, измерять им постоянно температуру. А вы не можете определиться, сколько у вас стран приедет. Повторюсь, перед началом фольклориады официально и на сайте звучала цифра 39. Откуда взялась 57? Вот тут вот, конечно, смутные терзают меня сомнения. Но хорошо, если Шафикова просто врет. Ну, приписала, сейчас же ей нужно рассказывать, как она героически, все прекрасно, она весь мир и так далее. Ладно, если она врет. А если не врет? А если действительно она не владела ситуацией, и у нее то 37, то 57 делегаций приехало. Ну, в общем, конечно, честно говоря, на фоне вот такой некомпетентности появляются обоснованные вопросы и сомнения. Кстати, об Илишевском районе. Очередная попытка правоохранительных органов привлечь к ответственности главу Илишевского района Ильдара Мустафина опять провалилась. Собственно, у Следственного комитета все те же претензии, что и в апреле, когда господина Мустафина одели в наручники и пытались водворить следственный изолятор. Однако грудью на защиту Илишевского фараона встала судебная система республики. Районный Уфимский суд не признал требований Следственного комитета, требований по его отстранению, я имею в виду его, это Мустафина, от должности и прочее-прочее, но, в общем, отбились в очередной раз. Господин Мустафин чувствует себя значительно более уверенно сейчас, чем в апреле, когда его одели в железные браслеты. Он в открытую заявляет о том, что ему покровительствует, его, условно говоря, крышует сам Радий Хабиров. Это уже звучит практически в прямом эфире, но мы помним, как сразу после ареста господина Мустафина Хабиров во всеуслышание и публично поддерживал его на оперативке, выводил его на прямую связь, всевозможные ему отвешивал дифирамбы и комплименты. Но жители района и уже многие жители Башкирии, которые наблюдают эту картину, недоумевают и строят догадки, в чем причина, в чем залог этого нерушимого союза Хабиров Мустафин. Уже строятся всякие догадки по Фрейду о связи через Фейрузу Латыпову и Верховный суд Республики Башкортостан. То есть я пока детально не погрузился в эту тему, не знаю, настолько ли это актуально и достоверно, вот эта связь. Ну, в общем, посмотрим. В любом случае, иначе как коррупция или каким-то чудом подобную плавучесть и неуязвимость господина Мустафина объяснить нельзя. То есть тут два варианта, или чудо, или коррупция. Потому что, ну, настолько стройно выстроена вот эта вот защита Мустафина и в судах, и везде-везде, что ни Следственный комитет, ни ФСБ не в состоянии его там хоть сколько-нибудь уязвить. Вы, конечно, будете смеяться, но Ради Хабиров в очередной раз решительно отодвинул решительные антиковидные меры. В четвертый раз, перенося дату введения ограничений на посещение ресторанов и кафе, Хабиров уже, ну, более чем на месяц отодвинул эту дату. Еще в минувший четверг он принял решение о том, что вот эти ограничения, которые планировалось ввести с 12 июля, теперь вступят в силу аж 26 июля. То есть на две недели еще отодвинул. Я, в общем-то, шутил о том, что тут уже и до Нового года будет недалеко. Но на самом деле, судя по всему, это так. Но уже надо, пожалуй, разбираться, что происходит. То есть это нерешительность, некомпетентность, неопределенность, что накрыло дорогого Радио Фаритовича, так и непонятно. Однако просочилась информация о том, что интенсивным образом на эту ситуацию воздействовало некое сообщество рестораторов города Уфы. Судя по всему, они усилили питание Белого дома и лично дорогого главы республики Башкортостан, дабы только не были введены вот эти ограничения. Имеется в виду ограничения на посещение ресторанов с количеством мест в зале свыше 50. Однако тут приходит на ум и вот эта история, старая сказка про то, как кричал мальчик «волки, волки!», а потом, когда появились настоящие волки, ему никто не поверил. В этой ситуации Хабиров, который без конца причитает о надвигающемся ковиде на каждой оперативке и одновременно с этим без конца отодвигающий вот уже в четвертый раз введение этих мер, он похож на того мальчика из сказки и в определенный момент ему уже могут и не поверить, когда действительно придет какая-то опасность или какая-то угроза для населения. В общем, конечно, ведет себя Хабиров очевидным образом недостоверно. Хотим мы этого или не хотим, но через два с небольшим месяца Россию и Башкирию накроют выборы в Государственную Думу. И чем ближе 19 сентября, тем чаще и больше мы, наверное, будем говорить о политической ситуации и в республике, и в стране. И вот на прошедшей неделе появился повод поговорить о партии «Яблоко», которая внезапно возникла и на федеральном, и на республиканском уровнях. Признаться, лично я уже начал забывать о существовании вот этого политического сообщества под названием «Яблоко». Уже не смешными стали шутки о том, что «Яблоко сгнило» и можно его, значит, выбрасывать и прочее, прочее. Это действительно так. Партия Григория Явлинского, пожалуй, что канула в лету, но вот на прошедшей неделе господин Явлинский опять возник в медиапространстве страны в связи с Навальным. Меня, честно говоря, это очень удивило, потому что опять вытащить на поверхность тему Навального было опрометчиво и глупо со стороны властей. Лично я и никто из здравомыслящих людей не сомневаются о том, что господин Явлинский действовал по указанию из Кремля. Собственно, Григорий Алексеевич вновь заявил о том, что он не разделяет идеологию Навального. Это не новость, он об этом много раз говорил. И в связи с приближающимися выборами Явлинский потребовал от сторонников Навального не испытывать иллюзий и не голосовать за яблоко. Но более безумного заявления для политической партии, наверное, придумать сложно. Я еще на своей памяти не припомнил и не нашел примеров того, чтобы какая-нибудь партия кого-нибудь просила не голосовать за них перед выборами. Но, тем не менее, господин Явлинский, очевидно, выполняя заказ Кремля, сделал подобное заявление. Ну, оставим на совести Григория Алексеевича и его вот эти вот выходки в адрес сидящего за решеткой Навального, опустимся на бренную землю, и, в частности, на бренную землю Башкортостана. У нас здесь с яблоком дела обстоят еще хуже. На прошедшей неделе стало известно о том, что госпожа Гайсина, которая из СПЧ, внезапно сделала карьеру в Башкирском яблоке. Буквально за одни сутки она вступила в партию. Она стала заместителем руководителя регионального отделения и в те же сутки была выдвинута в Государственную Думу от партии яблок. Напомню, что партия яблок, несмотря на то, что она в последние годы вообще никак себя нигде не проявляет и во многих регионах про нее слухим не слыхивали, она, однако, обладает возможностью выдвигать на выборы своих кандидатов без процедуры сбора подписей. Это очень важная опция, которой господин Явлинский очень дорожит и которую, собственно, ему обеспечивает Кремль с года в год. Так вот, Гайсина, значит, у нас здесь, внезапно сделав карьеру в яблоке, выдвинулась в Государственную Думу по Белорецкому одномандатному округу. Ну, казалось бы, бог с ней, с этой Гайсиной, кто про нее знает, кто про нее помнит, но, однако, как говорится, тут примечательна ее карьера вообще. Недели две назад Зульфия Гайсина появилась на экранах башкирского телевидения в этой вот злополучной передаче Министерства правды с мадам Куприяновой, и там среди вот этого елейного разговора произошло два очень примечательных эпизода. Первое, это когда Куприянова спросила госпожу Гайсину, как же ее угораздило возглавить открытую Россию в республике Башкортостан. Напомню, что после меня руководителем этого отделения, после того, как я вышел из этого движения, стала госпожа Гайсина, и я очень хорошо помню, как она действительно этого хотела. Кроме того, что она очень хотела возглавить это отделение, она его возглавила, и впоследствии очень активно принимала участие в жизни этой политической организации, там выезжала с зарубежных, всякие семинары, обучение и прочее, и вот очень смешно было, как она со страхом в глазах оправдывалась, отвечая на вопрос Куприяновой, как же ее угораздило попасть в эту партию. Ну, не партию, а политическая была организация, которая сейчас признана нежелательной, и, в общем-то, она закрытая и расформирована, расформирована, но, в общем, вот этот эпизод в карьере госпожи Гальсиной, конечно, ее сама очень сильно пугает. Она всячески открещивается от этого, она что-то там лепетала на тему того, что она была очень юной, и что это я, Андрей Пателицын, ее обманул и туда втянул. В общем, это было очень смешно. Ну, юной она была относительно, даже тогда ей было 37 лет, в общем-то, назвать это юным и неоперившимся возрастом никак нельзя, ну да ладно. Очень просто это все объясняется. Дело в том, что организовывал все это движение здесь, в республике, Андрей Пателицын. И мы достаточно молодые люди на тот период очень верили в этого человека. Не просто верили, мы доверяли ему безграничное. Что изменилось? Сложно сказать, что изменилось, но нас было около 30 человек, тех людей, тех молодых людей, которые хотели что-то делать, хотели каких-то изменений в республике и в Российской Федерации, но так получилось, что без объяснения причин Андрей, отчество я его не помню, Андрей Пателицын просто оставил нас, заявив о том, что он больше не является частью движения, которое, к сожалению, ну или к счастью, может быть, в настоящее время уже не должно функционировать. А вторым эпизодом в этой же передаче был эпизод, когда Куприянова припомнила Гайсиной, как та восхищается Немцовым. Тут Гайсина уже просто перепугалась и стала там сомневаться в самой себе, она ли это говорила и так далее, и так далее. Но я бы посоветовал мадам Куприяновой, ну, если бы снова эта передача прошла, напомнить мадам Гайсиной про ее выступление в адрес Владимира Путина, который, ну, был очень ярким, очень выразительным, и все мы его помним. В первую очередь коррупция у нас начинается с самого главного человека, фамилия которого Путин. Дальше она распространяется уже по цепочке на всех его друзей с кооператива Озеро. И поэтому нам необходимо требовать, чтобы именно этот кооператив Озеро ушел от управления нашим государством. И пришли новые люди, которые не связаны никак с сегодняшней политикой власти, которые не находятся в системе, которые еще могут сделать гораздо больше, чем просто собирать митинги и выражать свое отношение к коррупционной системе. Вы поддерживаете меня. Они все должны уйти. И в выборах президента нашей страны должны участвовать все желающие. И я от имени открытой России хочу сказать, что мы поддержим Навального, если он будет баллотироваться в президенты, мы поддержим кандидатуру. Ровно с той же яростью, с которой мадам Гайсина клеймила Владимира Путина, в последнее время Зульфия объясняется в любви, например, тому же Хабирову. Судя по всему, действительно, ей нужно куда-то прикладывать свои политические эмоции, и спектр ее интересов чрезвычайно широк. Напомню, что Зульфия Гайсина уже пыталась пойти на выборы, и вот в 19-м году она шла на выборы главы аж тогда. Ну, помните, тогда вот это «Скоморожья бега», там, Кобзон, Гайсина, значит, Барабаш, вот это все очень было забавно. Почему-то Хабирову показалось, что это будет имитировать для него конкуренцию на выборах. Тогда, напомню, Гайсина обиделась на меня, потому что я ее публично назвал спойлером, она очень обиделась, подала в суд за то, что ее назвали спойлером на выборах, и, собственно, суд она проиграла. Это тоже очень важно отметить. И вот зачем, собственно, я вам рассказываю про Зульфию Гайсину, вообще вытаскиваю ее из небытия, и вот, значит, со всех сторон вам ее показываю. Это я делаю для того, чтобы вы понимали, насколько имитационный характер могут сейчас принять выборы в Государственную Думу, что опять подбираются к этим выборам вот подобные персонажи, и опять они выдвигаются, значит, из разных-разных неожиданных мест на эти выборы, ну, вот, на примере Гайсиной. И, собственно, отдельно про Яблоко. То есть, я, конечно, понимаю, что сейчас происходит и в контексте Явлинского, и в контексте вот этой вот совершенно незаметной ни для кого Зульфии Гайсиной, я понимаю, что за Яблоко голосовать категорически нельзя. В общем, мы в ближайшее время будем все чаще и чаще, конечно, говорить, и вот этот вопрос, за кого же голосовать, будет оставаться все серьезнее и серьезнее. Будем искать ответ на этот вопрос вместе, потому что я, честно скажу, что я сейчас для себя точно не решил, за кого голосовать, надо ли голосовать, надо ли идти на выборы, надо все взвесить, все посчитать. Тут очень много нюансов, очень много моментов всплывает, но по ходу дела будем выявлять вот такие вот симулякры и всевозможные попытки нас обмануть. Не дать себя обмануть на этих выборах очень важно. Ну и еще немного вслед уходящей фольклориаде, хотя, к слову сказать, фольклориада, похоже, нас не покинет никогда, потому что Хабиров теперь повелел провести в Башкирию детскую фольклориаду, и мы уже начинаем к ней, видимо, готовиться. Ну да ладно, вот эту космическую, всекосмическую и прочее, но вспомним про ушедшую фольклориаду. Мне очень понравился флешмоб, который прошел на прошедшей неделе, который организовал фотохудожник из Уфы Тимур Сабитов. Помните, Хабиров перед началом вот этого всего шабаша призвал всех демонстрировать там свои национальные костюмы, их одевать, показывать, чтобы все их увидели. И вот этот вот фотограф Тимур Сабитов сделал очень четкую, очень интересную фотосессию. Он снимал людей в национальных костюмах в тех антуражах, которые, в общем-то, являются сейчас знаковыми для Башкирии. Я имею в виду тот бардак и недострой, которые все чаще и чаще попадаются у нас на пути и в нашей жизни. Тимур снял людей на улице Комсомольской, на Шакшинском мосту, на бульваре Ибрагимова, судя по всему, вот ровно там, где, ну, такое ощущение, что немцы отступили, а наши еще не вошли, да, то есть, ну, Комсомольская уже становится притчей во языцах. Бульвар Ибрагимова вообще вызывает какие-то непонятные сомнения, недоумения, закончится ли там эта вся работа. Шакшинский мост в последнюю неделю просто камень преткновения, потому что люди пишут и пишут, что невозможно попасть к себе домой, люди тратят по 2-3 часа дополнительного времени на дорогу, в общем, какой-то ужас. И вот на фоне этого всего фольклориада, молодец фотограф, клево, в общем, проиллюстрировал, мы разодеты и все в манистах, там, и всяких кокошниках, но мы не можем перейти улицу, мы сидим на каких-то люках, мы там, значит, вокруг нас загазованный воздух, противогазы и прочее. Браво! Присоединяюсь к аплодисментам тех, кто понял эту шутку, а радио Хабирову могу сказать, что нужно с осторожностью относиться к этим воззваниям, потому что все чаще и чаще сограждане поднимают насмех башкирскую власть. Пометуя о неудаче со стримом в минувшее воскресенье, я полагаю все-таки, что это была техническая проблема, а вовсе не происки злодеев, попробую провести стрим завтра. Вот это получится, значит, через неделю после этой неудачной попытки. Завтра в 8 часов подключайтесь, сейчас можно присылать вопросы, вопросы лучше всего размещать под вот этим сегодняшним видео, там я их увижу первым делом и запишу. В общем, завтра в 8 часов вечера пытаемся снова провести стрим, подключайтесь, будет интересно, поговорим, подумаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова